Как фасилитаторы, я делаю такой ассамшин, я переразумеваю, что все вы и в той или иной степени являетесь фасилитаторами. Буквально через пару минут, пару секунд мы сейчас посмотрим на разницу. Очень многие путают тренер, консультант и фасилитатор. Я бы хотела вас спросить, понятие тренера. Кто из вас, сколько из вас считает, что вы тренер? Сукульптургийский. Тренеров сколько? В какой-то степени тренера. В какой-то степени тренер. Отлично. Когда мы приглашаем тренера в свою организацию, какая у нас нужда? Зачем мы приглашаем тренера? Чему-то научиться. Вы знаете, чего? Вот, пожалуйста, одно из аджастет. Когда мне нужны какие-то компетенции, знания или навыки, и отношения которых недостаточно или вовсе нет, в настоящий момент моей компании. То есть недостаточно этой плане, компетенции, навыков. Мы приглашаем тренера, чтобы он нас научил. И что очень важно знать, что хороший тренинг всегда развивает конкретные навыки, необходимые для решения конкретных задач в конкретной рабочей ситуации. Русского специального характера и направления. Давайте это отложим. Это тренер. Следующий. Консультанта. Когда мы приглашаем, сколько из нас консультантов? Вы считаете, что консультанты? Чего? Больше. Я вот не заметила. Те, кто подняли руки тренера, тоже подняли? Как консультанты? Да, да. Менеджеры, и тренеры, и консультанты. Да, да. Когда мы приглашаем консультантов, что мы требуем или ожидаем от этого человека? Порядок, совет, 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 пожалуйста. Вот вам один из примеров. Когда мне нужна чайник компетентность, навыки, знания, которые существуют в моей компании, и я их не собираюсь иметь. Правильно? Если бы мы хотели их иметь, то пригласили бы тренера. Правильно? То есть какие-то знания, какие-то навыки, которых невозможно, может быть, нету достаточного количества людей, или нету таких людей в своей компании, которые могут эти знания перенять в жизни. Какие типы консультантов приходят в голову? Юристы. Юристы. Значит, хороший консультант решает мою проблему с минимальными усилиями с моей стороны. За это, в принципе, мы им платим, чтобы они решили нашу проблему. Следующий, фасилитатор. Теперь фасилитатор. Когда мы нанимаем фасилитатора? Во-первых, я бы хотела узнать само слово фасилитатор, как часто, как обширно здесь используется. Нормально, достаточно. Здесь говорят часто, здесь говорят не часто. Значит, существует. Когда мы приглашаем фасилитатора, что мы ожидаем от фасилитатора? Процесс. Человек, который может создать дизайн. У нас есть такое выражение, да? Дизайн, процесс, дизайн. Есть выражение процесс, дизайн, консалт. Тоже. Но фасилитатор, тот, который может прийти, понять ситуацию, создать такой процесс и провести так мероприятие, чтобы участвующие использовали свои собственные знания и пришли к тому решению, которое они считают своими. И в то же время получили от этого ответственность. То есть они участвуют в принятии решений и его выполнении. Вот, пожалуйста. Тогда я хочу, чтобы моя команда планировала, моделировалась, искала решение проблемы с помощью и под руководством кого-либо вне группы. Это тоже очень важно. Человек, фасилитатор, не заинтересованное лицо. Который не имеет никакого прямого или косвенного выгоды, если можно так выразиться, от того, какое пришло решение, было принято решение. Виды фасилитаторов? Задим. Понятия, процесс. Медиатор. Медиатор. Свиды. Хорошие, плохие посредства. Правильно. 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 Есть фасилитаторы, и было сказано. Все выше сказано. Хорошие консультанты. Все практики сейчас в США, консультанты, принимают на себя роль фасилитатора, если нужно. Очень часто. То же самое и тренеры. Принимают практики как фасилитатора на себя очень часто, чтобы сделать эти тренинги более интересными, чтобы знания отложились, чтобы люди начали их принимать. Поэтому фасилитаторы охватывают, если так можно сказать, все категории. То есть, партиципаторные. Вот это, пожалуйста, слово опять появилось. Такие, при которых такие тренинги, такие процессы, такие методы, при которых участие активное, люди заинтересованы. И по концовке сами готовы выполнить данный проект, потому что они были изначально задействованы. Продолжение следует...